В Якутском речном борту причалили судна, которые завершили последний тур навигации текущего года. Это теплоходы-рефрижераторы Михаил Мальчиков и Магдебург. Первый прибыл из поселка Белая гора, второй из города Среднеколымска. Сюжет Оксаны Устиновой. В период навигации в семь арктических районов по рекам Лена, Яна, Индигирка и Колыма доставлено 550 тонн овощей и социально значимых продуктов для населения. На обратном пути теплоходы двумя рейсами доставили до Якутска более 700 тонн рыбы и промысловой продукции. Если говорить по путину этого года, то, конечно, не во всех реках, но в некоторых, допустим, по реке Лена у нас из-за высокого уровня воды летний улов был ниже, чем в прошлом году. Но зато на таких реках, как Индигирка, Колыма, по сравнению с прошлым годом, улов рыбы лучше, чем в прошлом году. Часть рыбы, конечно, уйдет, скорее всего, за пределы республики, а часть крупные перерабатывающие предприятия нашего города закупают. Как отмечает капитан теплохода Магдебург, в этом году погодные условия не баловали. Простоев было много. Погода меняется на глазах у нас по нескольку раз в день, могут ветра дуть со всех сторон. Ход у нас, то есть время прохождения становится намного больше. Если в те времена я за 48 часов доходил от Быкового мыса до реки Индигирка, в этом году мы шли 91 час. Всего же в период навигации в населенные пункты республики доставлено порядка 2800 тонн социально значимых продуктов. План выполнен на 102%. Каждый год жители северных районов волнуют цены на доставленные продукты. Основные факторы, которые влияют на цену, конечно, цена закупа. То есть мы то, что закупаем сегодня, проведя конкурс, это проводится в начале навигации или в начале автоземника. И вот это очень много зависит, конечно. Несмотря на то, что от государства предусматриваются субсидии на транспортные расходы, в каждом районе устанавливают свои цены. Данные товары реализуются уже с учетом торговой надбавки, которую устанавливает администрация муниципального района. Все предельные торговые надбавки подлежат утверждению и соблюдению операторами по реализации продовольственных товаров. В этом году, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, навигация в целом прошла успешно. Теперь перед Якутапторгом стоит задача доставить по автоземнику порядка 8 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров в отдаленные населенные пункты, где судоходные условия не позволили завести товар. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Наталья Ломанова, НВК Саха, Якутск, Зарянка.